Добрый день, дорогие друзья! Это программа «100 вопросов» на портале управда.ру. И сегодня героиня программы – ульяновская предпринимательница, руководитель шоколадной фабрики «Симбирское отелье», хозяйка кофейни «Шуга» Милана Привалова. Милана, привет! Мы с тобой знакомы давно, поэтому будем на «ты», я думаю, зрители поймут. Итак, я задам тебе 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Поехали! Хорошо, я готова. Итак, Миланочка, раньше твоя шоколадная фабрика называлась «Симбирский артизан», сейчас «Симбирское отелье». Скажи, в связи с чем был этот ребрендинг? За два с половиной года, за время существования фабрики, мы очень кратно выросли, практически от 100 килограмм в месяц до 85 тонн. Поэтому мы просто уже не имели права морального называться «артизан», потому что в основу этого названия включалось то, что «артизан» – это ремесленник, это слово есть в различных языках мира, и мы хотели передать то, что у нас именно продукция ручной работы. Переименовались в «ателье» – такое абстрактное слово, но достаточно емкое. В эту концепцию «Симбирского отелье» очень хорошо помещаются различные наши концепции и проекты, связанные и непосредственно с шоколадом, и печеньем, мармеладом, дрожжем, и не совсем кондитерское направление. В целом… А это какое, если не совсем кондитерское? Расскажу, наверное, чуть позже, да, об идее создания экспортного кооператива, да, куда мы подключаем производителей. Хорошо, давай позже. Три года назад, когда ты приглашала нас на презентацию в своей фабрике, мне показалось, что все производство занимает площадь около 300 квадратных метров, 200-300. Сейчас производство на тех же площадях или вы расширились? В тот момент, когда мы делали такое форму небольшого открытия, презентовали свой цех, он был порядка 180 квадратных метров. Сейчас мы располагаемся на… Вот как раз в тот момент, когда мы переименовались в ателье, мы переехали в собственные уже производственные площади, построили сначала первый корпус, сейчас ведем работу над строительством второго корпуса. На сегодняшний день производство около 600 квадратных метров. То есть мы не гигантская какая-то фабрика, но очень кратно развиваемся и растем. Но при этом производите 10 тонн шоколада в месяц. 85 тонн. 85 тонн, да, ты сказал. То есть помимо шоколада, шоколадных плиток, это и конфеты, и батончики, то есть не только шоколад в классическом его понимании. Соответственно, в этом году, в 2018 году, мы откроем еще один корпус, также такой же площади, соответственно, еще в два раза увеличим именно производство. То есть будет 170 тонн? В принципе, 170 тонн мы делаем в две смены, то есть мы немного дифференцировали продукцию и будем на этих площадях производить только продукцию, которая идет на экспорт. То есть это будет просто другая линейка. Скажи, в какие точки мира уходит твой продукт? На сегодняшний день, если мы говорим про экспорт, то это Казахстан и Китай. Но мы планируем в 2018 году укрепиться на китайском рынке, потому что на сегодняшний день 90% объема – это частная торговая марка, то есть это не наш бренд. И, соответственно, мы хотим войти очень плотно своим брендам и другими проектами на китайский рынок, а также хотим покорить Японию. Мы участвовали в выставке в Японии и во Вьетнаме, но на 2018 год обозначили именно Японию, потому что получили достаточное количество положительных отзывов о продукции. И вот сейчас работаем над этим проектом. Милан, в Японии не любят сладкое? Ну, это относительно. Просто есть очень много мифов об экспортных таких моментах. На самом деле не все условно то, что существует в режиме мифа. Действительно, как-то все это воплощается в жизнь, когда ты уже более детально начинаешь работать с тем или иным контрагентом. На самом деле, действительно, очень многие развитые страны заботятся о своем здоровье, они минимизируют сладкое, но никто не отменял шоколад в 85% или 99%, которые отличные антиоксиданты и пользуются достаточно высокой популярностью в Китае. Скажи, пожалуйста, Милан, как завязывались ваши отношения с Китаем? На самом деле, они до сих пор продолжают завязываться, потому что это такая огромная ниша. На самом деле, сейчас она достаточно высококонкурентная, потому что в Китае идут многие, потому что рынок очень большой и емкий одновременно. Мы участвовали в различных выставках международных и российских выставках в различных городах России. Мы изначально были готовы к тому, что это такая длительная работа. Провели через дистрибьютора огромное количество дегустаций, чтобы найти ту золотую середину по рецептуре, по упаковке. И до сих пор работаем над этим, потому что это такой, я бы сказала, бесконечный процесс в качестве улучшения продукта, адаптирования продукта на международной рынке. Поэтому постепенно, потихоньку мы начали с того, что мы нарастили производство, потому что экспортировать, производя 4-5 тонн в месяц, это, наверное, не совсем правильно. Кто закупает шоколад в Китае? Розничные сети? Дистрибьютор. То есть, как я уже сказала, на сегодняшний день это не такие большие поставки. То есть у нас львиная доля, 90% того, что мы производим на Китае, мы делаем под частной маркой одной из компаний российских. И, соответственно, мы хотим продолжать это сотрудничество плодотворное, увеличивать объемы, но и наращивать производство собственной торговой марки. Милан, вкусовые пристрастия у людей разных стран разные, разнятся. В Финляндии очень любят лакрицу, то же самое в Японии предпочитают конфетки с рыбой, с копченостями, для них это норма. Ты ориентируешься на предпочтения иностранцев или предлагаешь готовые линейки? Нет, совершенно не предлагаю готовые какие-то решения, потому что это, наверное, не совсем правильно. Нужно в первую очередь быть готовым к тому, что необходимо адаптировать все, начиная с продукта, с рецепта, с технологии, заканчивая упаковкой. Это крайне важно, потому что и дизайн имеет огромное значение. Это первый такой эффект, который на потребителя оказывает упаковка. И вкус как элемент послепродажной стадии для того, чтобы люди не просто единожды сделали покупку как продукт из России, а чтобы этот продукт стал его любимым, и он покупал это изо дня в день. Расскажи о технологиях. Из чего делают твой шоколад в Сибирской отелье? Когда мы начинали, 2,5 года назад, мы использовали по большей части полуфабрикатное сырье. То есть мы покупали полуготовую шоколадную массу, растапливали ее, темперировали и непосредственно уже разливали. Сейчас мы, нарастив объемы, имеем возможность работать с какао-тертом и производить непосредственно уже продукт полного цикла. Да, мы минимизируем издержки, то есть мы работаем, например, если мы говорим про орехи, то зачастую с дробленным, с обжаренным орехом, но хорошим, крупной фракцией. То есть создаем кооперацию с другими производителями и покупаем, например, не просто кунжут, а кунжутный урбечь, тем самым, опять-таки, упрощая производственный процесс. В целом, очень... Скажи, Милан, про производство более-менее понятно. В чем действительно уникальность твоего шоколада? Он действительно особенный? Либо это чистый маркетинг? Я могу сказать так, что у нас, наверное, у одних из немногих производителей действительно шоколад. То есть, когда к нам приезжают экскурсии на фабрику, я очень часто играю с детьми, разыгрываю подарки, задаю вопрос, что самое ценное в шоколаде? Вот, Диан, как ты считаешь, что самое ценное в шоколаде? Я понимаю, что... Ну, вопросы я отвечаю, но действительно, самое ценное в шоколаде – это какао-масло. То есть это один из главных ингредиентов, который присутствует в нашем продукте. И во что бы то ни стало, точнее, какие бы нам приложения ни поступали, мы не отказываемся от качества в погоне за прибылью. Поэтому какао-масло – это в первую очередь, а это какао-тертое – это молоко в том или ином виде, в зависимости от рецептуры. И добавки. Я знаю, что фантазии здесь... У нас много, да. То есть мы действительно себя пытаемся как-то направить на различные линейки, потому что идей очень много. Мы экспериментируем, экспериментируем в ежедневном режиме, что-то приживается, что-то адаптируем, добавляем. То есть изначально у нас была техническая возможность только добавлять ингредиенты сверху на шоколад. Мы эту линейку не убирали, как элемент анимации она у нас такая осталась. И когда к нам кто-то на производство приезжает, мы делаем мастер-классы. Но сейчас нам удалось добиться того, что мы можем ингредиенты вовнутрь добавлять, продукции, то есть приобретя автоматическую линию. Поэтому, возвращаясь к вопросу об уникальности рецептур, я не могу сказать, что это действительно что-то сверхъестественное мы делаем или супернанотехнологичное, но мы делаем качественный продукт, достойный, который не стыдно мне, как производителю, и как собственнику бизнеса продавать, предлагать, угощать. И мы маркетингу тоже уделяем особое значение. Я знакома. Я слышала, Милана, что твой шоколад покупает компания «Газпром». Это так? Мы сотрудничаем с корпоративными клиентами, в числе которых есть и такие компании, как «Росконгресс», «Газпром», и крупные, скажем так, наши клиенты, это и Совет Федерации. Мы вот-вот станем официальным поставщиком торгового дома «Кремлевский». Как вы выходите на них, Милана? Здесь, наверное, в ежедневном режиме работаем, встречаемся, предлагаем продукцию, опять-таки едем на выставки. То есть одним из таких крупных мероприятий это было «Продэкспо». Мы не просто посетили эту выставку, а были непосредственно участниками. То есть это инвестиции в стенды, в дегустацию для того, чтобы привлечь нового покупателя. Скажи, вот эти частные предприятия покупают один вид шоколада или все разные? Мы стараемся оказывать такие не одноразовые услуги, а пытаемся войти, стать их другом, подружиться и вместе фантазировать над подарками, прорабатывать какие-то информационные поводы. То есть у нас есть и подарочные линейки, и просто корпоративные линейки, которые мы можем помимо продукта мы можем предложить полный комплекс услуг и дизайн упаковки. И можем это делать на небольших тиражах. То есть мы не просим заказывать тоннами у нас продукцию. То есть мы очень, я себя считаю, клиенту ориентированной компании, так как для нас пожелание заказчика, каждый клиент, каждый новый заказчик, это как отдельный такой проект, куда мы вкладываем силы, независимо от объема. Милан, дизайн упаковки – это вообще особенная история в контексте симбирского отелья. Кто работает над дизайном? У нас есть бренд-менеджер, бренд-дизайнер, который с нами с самого начала, с самого только нашего появления. У нас ежедневно рождается куча новых идей, мы пытаемся их куда-то применить, не всегда в нашей линейке, но слава богу, что у нас много партнеров по ДСТМ, мы делаем продукцию для других компаний, предлагаем им какие-то наши идеи, активно сотрудничаем с другими контейнерскими фабриками, вплоть до того, что для многих это как-то кажется странно и, может быть, непонятно, но они нам подсказывают что-то по технологии, потому что мы вот-вот развиваемся, только нам около трех лет. Позволь все же вернуться к дизайну упаковки. Очень нашумевшая хайповая история с ребятами из Института гражданской авиации, бананами, они нашли отражение на упаковке шоколада. Чьи идеи это было? Нашего бренд-менеджера и нашего креативного отдела, который как раз занимается продвижением, в том числе и дизайна. Каким тиражом вышла эта партия? Это был ограниченный тираж, мы делали его так буквально просто как для поддержания инфоповода, но мы получили колоссальный отклик, было очень много заказов, пожеланий. Все раскупили? Да. Доп-тираж выпустили? Доп-тираж мы выпустили, да, но это было, по-моему, в преддверии Нового года, или околоновогодняя какая-то тема, а Новый год потом эту тему своим вот этим, своим количеством подарков и новой упаковки, новых идей, наверное, немного затмило. Да, да, да. Вы следите за трендами. Вот скажи, что бы ты, взяв за инфоповод, как ты говоришь, отразила на упаковке конфет сегодня? Сегодня, если мы абстрагируемся от нашего города, да, условно, если мы говорим про какие-то мировые тренды, то есть вернемся к нашему названию ателье, да, то есть мы стараемся на упаковке отражать различные паттерны, различные настроения, в том числе модные тенденции, как и в одежде, в моде в целом, и переносим их на свою упаковку. То есть что бы там было нарисовано? Это определенные дизайны, да, то есть я имею в виду... Орнаменты? Орнаменты, да, модные в том или ином, да, там, сезоне. Это очень интересная тема, черно-белая, да, которую сейчас мы тоже прорабатываем. Интересное направление. Если мы говорим про Китай, да, то там как бы свои тренды есть. То есть это помимо того, что мы сохраняем вроде бы как свою принадлежность к России и сохраняем какие-то элементы России, что-то может быть там либо купола, либо мат. Скажи, а Владимира Владимировича Путина хотела бы ты на обертку шоколада? Я думаю, что я-то бы хотела, не знаю, как Владимир Владимирович Путин хотел бы этого или нет, но в любом случае у нас сейчас идея такая, что мы, о чем позже тоже расскажу, то есть мы сейчас объединяем именно ульяновских производителей под брендом «Мороз», который будет у нас. Забегая вперед, опять-таки экспорта коснемся, то есть есть отдельный проект, который мы назвали. «Мороз» — это бренд, который объединит в себе несколько производителей, не только кондитерских производителей, но ульяновских. Ульяновских, да. А картинка какая будет? Это пока я приберегу, обязательно при следующей встрече покажу, расскажу. Милан, ну хотя бы немножечко приоткрою завесу тайны. Ну что это будет, снежинка или это что-то другое? Снежинка тоже будет. Здесь весь смысл в том, что этот проект будет сделан совместно с торговым домом, сделанным в Ульяновской области. Ну связано ли это с Сергеем Ивановичем Морозовым? Ну конечно, да. То есть мы просто пока не получили одобрение, скажем так, у начальника, у руководителя. Но я думаю, что мы все это сделаем крайне красиво, аккуратно. В этом я не сомневаюсь. Ты знаешь, когда Сергей Иванович был в Сеуле, ну конечно ты это знаешь, он дарил одному из корейских лидеров шоколад с фотографией этого лидера. И знаешь, что этот шоколад был заказан у тебя. Как часто поступают тебе такие заказы? На самом деле это один из управделами в Ульяновской области. Это один из таких моих любимых заказчиков, потому что они нас всегда держат в тонусе. К примеру, может поступить звонок примерно в 4 часа вечера как раз вот с таким интересным предложением сделать какой-то именной шоколад. И нужно это сделать в течение двух часов. И это должен быть полностью индивидуальный дизайн и определенная упаковка, и гравировка. И в общем все в совокупности. Поэтому я всегда с удовольствием соглашаюсь на такие проекты. Это всегда интересно, необычно. Мы подключаем переводчиков, потому что фразу нужно перевести быстро, емко и правильно, грамотно, потому что подарок этот дарит наш губернатор. И мы не можем его как-то подвести в этом. Как складываются твои отношения с региональной властью? На самом деле я, наверное, вот об этом уже не первый раз говорю. И может быть мне повезло, может быть какая-то это такая взаимная работа получается. Потому что я с любым вопросом могу, в принципе, обратиться в нашу корпорацию по развитию предпринимательства. Она в режиме единого окна может дать консультацию. То есть это не всегда именно финансовые какие-то вопросы. То есть бывают и юридические сложности. Особенно это важно при работе с экспортом, да, и с международными компаниями. То есть на самом деле у корпорации по развитию предпринимательства, ну, в целом, как бы я просто в этом направлении касаюсь наше правительство, да, я могу сказать, что очень компетентно все, быстро. Если какой-то информацией не обладает тот или иной человек, то в определенный срок мы всю эту информацию решаем. Скажи, а какими были твои первые шаги в бизнесе? Первый шаг в бизнесе, он был, у меня был небольшой консервский цех. Это было около 4-5 лет назад на базе кофейни Кофелета. В общем, это был проект семейный. В рамках семейного бизнеса я отвечала именно за консервский цех, за производство продукции на вынос и за интернет-магазин, который мы создали в рамках этого проекта. Ты говоришь о Кофелета? Да, соответственно, мне удалось немного развить это направление. Мы вышли в ритейл местный, то есть мы продавали продукцию в Гулливере. Мне всегда хотелось как-то продлить срок продукции, потому что это был скоропорт, это было 3-4 дня. И у меня в тот момент, наверное, закралась мечта сделать какой-то проект и производить что-то более долгосрочное, потому что здесь уже речь могла быть о поставках в другие регионы и об экспорте. И какое решение ты нашла? Я вот нашла шоколад, тему шоколада. Опять-таки она появилась тоже достаточно случайно, с одной стороны. С другой стороны, я всегда, занимаясь контирским цехом, искала хороший шоколад, хороший продукт, которым можно было бы дополнить натуральную продукцию. И случайно оказалась на фабрике, которая делает шоколадной массой. Это был город Москва, фабрика Барри Калибаут. И вот в тот момент действительно, наверное, что-то в моей голове произошло, потому что это огромная фабрика с супер большим производственным циклом, высокопроизводительная. И меня, наверное, в тот момент впечатлило. В маленькой комнатке во время моей экскурсии проходил мастер-класс, его вел Бильгийц. И вот все сотрудники, которые работают на этой фабрике, они настолько влюблены в то дело, которое они делают. То есть у каждого из них порядка 10-15 рецептов труселей. И это вот такая вот любовь, по-хорошему, наверное, болезни. И вот говорят же, что чтобы ни дня не работать в своей жизни, нужно заниматься своим любимым делом. Вот это, наверное, про них, только они еще за это хорошо получают. Вот, поэтому я думаю, ну что же они так это все дело любят сильно. И как-то начала с ними общаться, интересоваться. Мы договорились о первых поставках. Я у них покупала вот это же полуфабрикадное сырье. Вот, и в целом вот как-то во всю эту тему тоже очень сильно влюбилась. А сколько человек работает в твоей команде? На сегодняшний день на производстве, в торговом отделе у нас около 30 человек. Вот, мы, повторюсь, кратно растем и развиваемся. То есть буквально, наверное, только за эти три месяца, вот, Нового года, четыре месяца, мы устроили порядка семи человек, и в целом... Они любят свою работу? Да. Какая у них зарплата, Милана? В среднем оператор на производство получает 20-23 тысячи, то есть в зависимости от функции и от времени. У нас можно работать в ночную смену, можно работать в дневную смену. То есть мы, в принципе, подбираем такой адекватный график для каждого из работников. Вот, если мы говорим о торговом отделе, там зарплата, естественно, повыше. Понятно. Вернемся к теме нашего президента. Ты, кстати, ходила на выборы? Конечно, я ходила на выборы. Я считаю, что это, наверное, то небольшое... Я просто очень часто говорю вот такую фразу, что можно жить, чтобы выживать, можно жить, чтобы жить, а можно жить, чтобы побеждать. То есть, конечно, наверное, очень легко сидеть просто и рассуждать, как у нас все непросто, но, наверное, мы... Я в это верю, что мы можем повлиять на свое будущее, и выборы — это один из таких небольших шагов, с одной стороны. С другой стороны, очень важный шаг, который каждый из нас должен сделать, чтобы выбрать свое будущее. Согласна с тобой. Милан, кто, как и когда, при каких обстоятельствах пригласил тебя на встречу с Владимиром Путиным? Ведь в нашем регионе достаточно много успешных женщин, женщин в бизнесе. Да, я знаю, что после этой встречи там тоже было много интересных нюансов, в том плане, что действительно у нас очень много в России достойных женщин, но круг приглашенных был небольшой. Наверное, как мне сказали, это первая встреча, и в течение какого-то времени очень много женщин смогут на эту встречу попасть. Это была встреча, которая проходила в преддверии 7 марта. Президент нас поздравлял с праздником, и у нас была возможность рассказать немного о своей истории развития. Ну, я называю это развитие, потому что, не знаю, кто-то называет историю успеха. Соответственно, это было приглашение по телефону. Кто тебе позвонил? Мне позвонил протокол президента с предложением пустить эту встречу. Я, конечно же, согласилась. И нам обозначили время чуть позже, когда мы встречаемся, при каких обстоятельствах. То есть мы не понимали, где это будет встреча, мы только понимали, что это будет Самара. И дальше уже как такой... По ходу действия нас ориентировали по логистике. Был организован спецборд из Москвы. То есть нас всех централизованно привезли, накормили, строили, да, мы пришли на встречу. Все очень было душевно, режим чайпития, то есть не было какого-то такого формализма и напряжения. Да, мои коллеги, ну, правда, писали про вашу встречу с президентом. Скажи, пожалуйста, та встреча в Самаре с Владимиром Путиным стала ли началом какого-то нового витка бизнес-отношений, контактов? Я думаю, что да. Наверное, пока я не ждала от этой встречи какого-то вау-эффекта, то есть такого какого-то взрывного пиара. Наверное, я не для этого на эту встречу приезжала. Для меня было очень важно почувствовать какой-то импульс внутренний, как для человека. То есть, наверное, все мы, когда что-то делаем, ждем, что нас, может быть, оценят, какую-то оценку дадут. Мне было очень приятно просто рассказать о себе. Я не ждала какого-то фидбэка, но я могу сказать, что он есть. То есть это очень много звонков. И мне рассказали о том, что позже, после этой встречи, в прямом эфире, на одной встрече, Владимир Владимирович говорил обо мне как о некой женщине, молодой женщине, которая организовала производство. Конечно, мне это не может не радовать, мне это очень приятно. И я понимаю, что, наверное, я делаю какое-то нужное и важное дело. И я, наверное, получила фидбэк такой эмоциональный, потому что очень много было писем и в Инстаграме, в Директе, и на почту со словами благодарности от женщин, начинающих предпринимательниц, действующих предпринимательниц. Кстати, они обращаются к тебе за советом? Да, обращаются даже не то, что за советом, а, наверное, разделить какие-то сложности, потому что они действительно бывают. Мы очень долго об этом говорили на встрече, вообще, что же такое женский бизнес и отличается ли он действительно от мужского бизнеса. Я могу сказать так, что, наверное, он, может быть, в принципе-то и не отличается, но женщинам немного все-таки сложнее, потому что мы, может быть, более эмоциональны. И более ближе к сердцу, что ли, какие-то вещи принимаем. Поэтому в основном эти обращения, они в режиме поделиться какой-то информацией или помочь как-то направить, перезагрузить, подсказать что-то. Милан, какое событие по той эмоциональной мощи могло бы быть сопоставлено с встречей с президентом? Может быть, шоколадку в космос отправить или что-то? Что? Я думаю, что, наверное, несравнимо ни с чем, потому что это совершенно другое. Хорошо, тогда скажи о своих самых амбициозных планах на сегодняшний день, которые кажутся пока нереализуемыми. Я думаю, что после того, как мы отгрузили первый заказ в Китай, я как-то в себе поймала какой-то азарт, наверное, да, и я понимаю, что да, там и Китай, и Казахстан, и Корея, и Япония, почему бы нет, и почему бы дальше все это не пробовать и не делать. Поэтому, наверное, я хочу за, может быть, не так быстро, как у меня все это случилось за эти три года, а более поступательно и более, возможно, продуманно, вдумчиво, даже не осторожно, а, наверное, более внимательно, да, как я уже сказала, делать какие-то определенные шаги по направлению к цели. Потому что, когда ты делаешь все быстро, очень многое, не всегда это эффективно, да, ты цель достигаешь, но очень большие издержки. Вот, и это первое, они как материальные, так и эмоциональные, да, и тяжело после них отходишь. Поэтому я думаю, что я буду кратно развиваться, но, может быть, там, я стратегию себе расписала на 7 лет вперед, вот я хочу, чтобы это было в течение 7 лет, а не в течение 2-3 лет. Сегодня у тебя было важное совещание, Милана, в результате которого вы договорились о создании или продолжаете мысли о создании кооперации? Не совсем так, по кооперации мы договорились чуть раньше, то есть мы сейчас основали, открыли экспортный кооператив совместно с Центросоюзом, куда мы приглашаем различных производителей Российской Федерации для того, чтобы объединить свои усилия для выхода на те или иные рынки. А сегодня мы... Какие-то шаги уже предприняты? Мы обговорили линейку продукции, потому что каждый из производителей производит разную линию, разные продукции. Сколько входит туда единицы производителей? На сегодняшний день мы объединились в составе пятерых производителей, объединились мы как физические лица. Все они представлены нашим регионом? Нет, это такой как бы общероссийский формат. Об этом я говорила на встрече с президентом. То есть что такое кооперация? Это один из способов объединения, плюс сейчас потреб кооперации. Она претерпевает новое рождение, новая кооперация. С чем это связано? С новыми технологиями? Цифровыми, может быть? В том числе и с технологиями. Наверное, сейчас просто один в поле не воин. И когда ты достигаешь каких-то определенных результатов, чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты... Как будет налажен сбыт? Сбыт через кооперацию. Мы активно сотрудничаем с Центрсоюзом Китая. То есть мы устанавливаем какие-то политические контакты и через данный ресурс находим дистрибьютора именно для этой продукции, которую мы выбрали. Может быть, у вас есть мобильные приложения? У нас есть супер просто инструмент для связи. Это КопКоннект, который, могу сказать, на шаг выше и лучше, особенно с новыми приложениями. Сегодня мы договорились о том, что совместно с торговым домом, сделанным в Ульяновской области, мы регистрируем аккаунт на Алибабе. Что это дает для ульяновских производителей? Это такое вот окно на международный рынок. То есть помимо Китая представлено более 100 стран мира. И у нас есть возможность, а, собрать статистику на те товары, которые будут востребованы, б, завести карточку на более чем 45 товаров, которые также, по моему мнению, по мнению моих коллег и сотрудников торгового дома, сделанных в Ульяновской области, будут актуальны для экспорта. Этот инструмент уже работает? Этот инструмент начинает работать, о чем более подробно будет рассказано на форуме, сделанной в Ульяновской области. С нетерпением будем ждать. Милана, кроме шоколада у тебя есть еще такой бизнес, как кофейня. Скажи, насколько прибылен этот бизнес? Наверное, это такая вот, как игрушка, если можно так сказать. Просто так сложилось, что в семейном бизнесе была кофейня, и я привыкла к тому, что у меня есть место, куда я могу прийти утром и выпить чашку кофе. И это, наверное, моя слабость. Естественно, это бизнес, и он приносит деньги. Они несравнимы с производственным бизнесом, но в целом он себя окупает и работает в плюсе. Какое у тебя образование, Милана? У меня три высших образования. Я юрист, менеджер и переводчик. С какого языка? Английский и немецкий. Конечно, тебе языки помогают налаживать внешние контакты. Не совсем, потому что в основном это китайский рынок, и это китайские, которые я, к сожалению, не знаю. Пытаешься овладеть, стараешься? Если честно, я еще не пыталась, просто руки не доходят, но очень хочу это сделать. Наверное, в сентябре, как по традиции, с первого сентября за знаниями. Скажи, пожалуйста, Милана, чему тебя учила в детстве мама? Ты помнишь какой-то постулат? Самое главное – это самодисциплина. У меня никогда не было сверхконтроля, никогда никто не проверял домашнюю работу, но я всегда знала, что я не могу подвести своих родителей. У меня родители никогда не ходили на школьное собрание, потому что, в принципе, не было необходимости. И как-то я вот самоорганизовывалась и саморазвивалась, в принципе, наверное, и всю свою сознательную школьную жизнь, и студенческую жизнь. Мне всегда хотелось по максимуму впитать в себя знания, потому что, на самом деле, это такой мощный источник развития. Конечно. Милана, у тебя есть маленький сыночек. Скажи, чему учишь его ты? Он, конечно, совсем мал для того, чтобы языки изучать, но тем не менее. Ну, на самом деле, я, к сожалению, не так много времени с ним провожу. И в основном это ночь, да, и раннее утро. И я пытаюсь за это время ему какую-то свою душевную теплоту и любовь передать. Мне очень важно, чтобы он знал, что я его очень сильно люблю, и чтобы он себя не чувствовал каким-то обделенным маминым вниманием. Потому что очень много командировок, поездок, переговоров. Пытаюсь всячески дома исключить использование мобильного телефона, но, к сожалению, это невозможно. Поэтому, наверное, пока это чисто какие-то такие тактильные ощущения, не всегда хочется его порадовать. Он искренне всему новому удивляется, радуется. Ему пока чуть больше полутора лет, ну, практически два года. Я думаю, что языки и такое активное развитие, это ближе к трем годам у нас начнется. Но могу сказать, что он гораздо умнее меня, он очень такой настойчивый. То есть он... С характером. Он любит шоколад, Милана? Да. Он причем шоколад, он говорит сейчас несколько слов, и шоколад он говорит. Причем я его не учила этому, у меня была дома презентация, на которой был нарисован шоколад. И он сам сказал, что это шоколад, поэтому... Милана, ты хотела бы стать дважды мамой, трижды? Я думаю, что любая женщина, наверное, хочет детей, да, и я не исключаю тот факт, что, возможно, я и буду следовать твоему примеру, Диан. Но пока я понимаю, что это тяжело физически, но очень хочется, поэтому чуть позже. Миланочка, я искренне желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях, продолжениях. Я с огромным интересом наблюдаю за историей твоего успеха, не просто развития. Ты большая молодец. Дорогие друзья, это была программа «100 вопросов». Смотрите нас на улправда.ру. Сегодня мы были в гостях у Миланы Приваловой, предпринимательницы в кофейне Шуга. Спасибо, Миланочка. Спасибо. До скорых встреч.